Да, господа мои, ну что же, оказывается, меня и смотрят наши любимые, мои уважаемые коллеги с нашей замечательной, лучшей в Советском Союзе, одной из классических и красивейших республик Украины. Да, господа мои, я вообще-то оттуда. Давайте все-таки определимся, что со мной случилось и кто я вообще такой. Когда мне говорят, что я русский, я задаю вопрос, как может человек, рожденный в половину от чуваша, я, папа мой, чуваш, естественно, был, то есть тюрок, не понимаете, понимательно, посмотрите в Википедии и поймите, что чуваши это тюрки, только они были крещенными. Одновременно с этим он женился на моей маме, а у мам моей там вообще все веселье и час, то бишь там помесь болгара, гагауза и еврея. Скажите мне, пожалуйста, в какой части я являюсь человеком из Российской Федерации, в смысле россиянином, то я человек Советского Союза, я был, есть и остаюсь. И вот тот человек, который посмотрел на наш материал, он начинает думать, а почему у меня такая футболка-то разная. Он думает, что вот это просто называется штука под названием обыкновенные, ну футболка это у нас с почти рукавами, правильно? А это вот не совсем футболка типа майка. Так вот, я скажу этому молодому человеку, что в связи с тем, что я являюсь детем многонациональных культур, то есть я бываю в Египте, в Египте я в последний раз даже и не стригся, был таким же лысым. И когда в оконцовке я вышел полностью в черном одеянии, на улицу Хургада, мне даже никто не посигналил, то есть я бы уже был бы египтянином. Другой вариант. Когда я нахожусь в Турции, меня всегда задают дивные вопросы. Мирхаба и там еще ля-ля-ля про тополя, я говорю, я на них смотрю внимательно. Они понимают, что я из той же оперы, то есть я турок, частично, естественно. Но потому что, как бы вам сказать, по папиной линии это чистый турок, а Гагаус это вообще-то турецкая линия, которой они также были крещеными, но они жили в горах. То есть как-то вот так вот. И третий вариант, естественно. Когда я поехал на Кубу, я понимал, что в принципе I can speak English, but there is not so much people who can understand me really. And of course I want to interpret it for me like a Cuban citizen. То есть я решил перекаравифицироваться под форму одеяния кубинцев. Я, естественно, в первый же день, ну когда приехали, пошли мы в магазинчик, я себе купил чисто кубинскую форму одежды. И вот это в чистой кубинской форме одежды я там был. А теперь, чтобы этот товарищ мой немножко так заткнулся, естественно, объясняю. Вот эти футболки, то есть они называются футболки, вообще-то во всем мире это называется T-shirts. То есть T-образная футболка. А так это называется shirts. И вот это из той же оперы, только у нас уже продавался СТП. У меня как-то было как раз в Египте. Как раз там была ситуация под названием дивный футбольный матч. Как раз чемпионат мира был. Мы как раз в июне туда поехали. Когда мне говорят, что в Египте в 44 градуса, в 46 проблемы, да никаких проблем не было. То есть лысина даже не загорела ни в коем образе. То есть вот они мне сказали, что типа, а ты что там? Я говорю, да не, я не из той же оперы. Ну да ладно, не в том, что с собой. То есть я человек мультинациональный и хочу делиться своей мультинациональностью. Что касаемо той машинки, которую вы прям-прям-прям перед собой видите. Давайте все-таки поделимся, что это за машина. Это машина фирмы Fairy Swordfish. Ну Swordfish это после того, как ее произвели, а до этого она называлась авоська. Да-да-да, авоська. Не Swordfish, не рыба-меч, а авоська. Вот почему мы сделали эту машину, и она очень, весьма интересная. Но дело в чем заключается? Дело в том, что эта машина была сделана в формате 1 к 72. Слава тебе, Господи, хоть какие-то там декали сохранились. Естественно, кое-что было своим образом сделано, но это ладно. Не буду ничего рассказывать, но кое-что я сделал своими силами. И мне, кстати, это все больше нравится. Почему, конечно, все это дело не сильно так хорошо? Давайте все-таки определимся, в каком году у нас появились модели стендовые. Модели стендовых самолетов. Они у нас появились не так-то и давно, кстати, примерно в 1964 году, ну плюс-минус. Потому что до этого, как бы, ну и пластики, это было еще и найти их надо было и сделать красиво и ровно. А мы в свое время, была такая фирма, называется, сейчас помню. Она F называлась, она из башки-то повылетела. Мы ее переименовали и сделали модель под названием Nova. Фрог, да, это была английская фирма, которая выпускала. А мы все это дело перекупили. Давайте все-таки не будем говорить, что это все не очень-то хорошо. Почему? Мы просто закупили и начали продавать. Другой вопрос, какой там был пластик? Вот с пластиком это, конечно, была нехорошая вещь. И мне, когда вот в свое-то время мы беседовали, естественно, когда я начал заниматься этими делами, это было, ну как только в первый класс я пошел, это было 1980 год. Мне купили тогда еще одно или несколько моделей самолетов из Восточной Германии. Сейчас на Рейфра называется. По-другому немножко называлось. Ля-Ля-Плюэр. Вот так вот она называлась. У меня были те модели, которые я сегодня сейчас собрал. Но понимаете, в чем проблема этих моделей? Когда я брал эти модели, они были все 1 к 100. Ну и считалось, что сделаны они все были лохацким способом. Хотя, с другой стороны, сегодня и сейчас я вам говорю, что есть модель 1 к 100, есть машина 1 к 200, а есть модель 1 к 300, а есть модель 1 к 250, а есть модель 1 к 400. Короче, модели во, во сколько. И когда мне начинали сказки рассказывать, я сегодня и сейчас бы им сказал, что не надо по ушам никому протирать. Поверьте мне. Есть люди разные и хотят они это делать, пусть они это делают. К слову о том, что у меня даже был собраны, естественно, части моделей «Звездных войн». Просто они были сделаны. Продавалась она под маркой, сделана в Соединенных Штатах Америки. Да-да-да-да. Вот. Сейчас вспомню, если вспомню, естественно. А, сейчас. А, да, вон оно, кстати, стоит, да. Ревел. Вот, Ревел. Ревел. Вы не помните, да? Так вот, я Ревел собирал. Помните, да? Может быть, Ревел F-14. Вы смотрели. Так вот, я посмотрел внимательно. И перед тем, как его затереть, естественно, я посмотрел, что он был сделан в Китае. И в Китае сегодня нам предоставляют огромное количество моделей самолетов. Они выполнены изумительные, безупречные. Китайцы умеют это делать. А эти модели никогда не были сделаны безупречные, изумительные. Поэтому пришлось, естественно, очень сильно поработать. Давайте все-таки определимся, что это за модель. Так, эта модель, я их не сильно люблю собирать, потому что эти бипланы, конечно, можно было постараться сделать. Расчалки, пятое-десятое, но это было не так хорошо и красиво. Давайте все-таки определимся с другой стороны, насколько мы красиво можем это сделать. Еще раз говорю, полностью быть в идеальном состоянии это не получается. Поверьте мне, я смотрю, хотелось бы. Но давайте все-таки определимся, что лучше враг хорошего. То есть сделали хорошо. Давайте все-таки подумаем о том, что когда борты летали, их же тоже там мяли, там пятое-десятое. Поэтому мне надо сказки рассказывать, что с ними случилось. В данном случае я более чем доволен. Хотя кое-что пришлось переделывать, разбирать. По одной простой причине все это абсолютно не состыковалось. Но сегодня и сейчас все это стыкуется. И в принципе я могу показать, что даже винт вертится. Что это за модель самолета? Она началась в 1933 году, перед Второй мировой войной. И ее начали испытывать в качестве обыкновенного носителя торпед. Естественно, испытывали, делали, переделывали. Некоторые проблемки были. Но в 1936 году она пошла в серию. И в 1936 году ее назвали «Свордвиш». А до этого она была «А, войска». К слову, «А, войски». В действительности в эту модель много чего запихивается. Я вам скажу, что мне очень сильно понравилась, мне очень сильно нравится сама продукция Великобритании. Конечно, у них есть своеобразные там бзики. Допустим, «Кандера» — это чуть позже. Допустим, все эти вулканы и все остальное — это тоже чуть позже. Я не доезжаю, как можно находиться. Ну ладно, может быть, может быть, это хорошо, может быть, это красиво. Но с другой стороны, они тоже выпускали модели самолетов. И они, к слову о том, что они все очень хорошо летали. И когда мы будем говорить, что Вторая мировая война, это война была монопланов. Я скажу, что это была не война монопланов. Там были и бипланы. Вспомним наш У-2. Почему У-2 и почему вот этот «Свордвиш» летали очень хорошо. Во-первых, это была безупречная маневренность. И на небольшой скорости они позволяли себе так вильнуть, что, в принципе, их даже попасть очень было сложно. Истребителю, который унесся со скоростью в два раза выше. То есть вовремя они поворачивали и уходили и вверх, и вниз, и вправо, и лево. И кроме всего бипланы, они позволяют так крутиться, как, в принципе, не каждый монопланта умеет делать. И, конечно, это было красиво и ровно. Что касаемо этого самолета, я почитал внимательно. То есть давайте все-таки определимся, что эта модель, она всемирно известная. Почему? Потому что 17 подводных лодок потопила именно эта модель. Именно «Свордвиш» потопил 17 подводных лодок. 17 подводных лодок. Этого еще не сделал никто. Почему он это дело потопил? Потому что у него скорость была небольшая. И давайте все-таки определимся. Он использовался для наших паролей. В смысле, к нам привозили «Полленд Лизу». И в течение 5 часов и 30 минут, рядышком с нашими британскими и, естественно, английскими судами, которые перевозили все это, они всю жизнь ходили и бродили, и смотрели, называется, про этих всяких там нехороших убоводцев. Я имею в виду подводных лодок. Что касаемо подводных лодок. Вот самый прикол. То есть, в принципе, ее можно увидеть, если вы сильно будете чуть-чуть приподниматься. По одной простой причине у лодки есть кавитация. Кавитация – это когда винт работает. То есть, на винте образуется, естественно, что? Винт работает. Винт разминает воду до состояния пузырьков. И вот если идет лодочка, и на небольшой глубине, то ее явно-явно видно. А вот эти штучки, они умели хорошо это делать. Другой вариант, чем этот Свордфиш красава. То есть, была такая штука под названием немецкие линкоры. Знаете про них? Ну, может быть, вы слышали, а может быть, вы не слышали. Ну, в принципе, понимаете, как бы вам сказать? Я бы вам все-таки вернулся на круги своя, и давайте все-таки развернемся к тому моменту, что мы с вами увидели. На протяжении последних 33 лет, в тот момент, когда страна советская развалилась, и потом сделано было непонятно что, и вот что там дальше-то получилось? То есть, нормальные модели самолетов, они уже в тот момент уже закончились. После этого, ну, мы сейчас начали что-то начинать красиво и ровно. А до этого, что было? Б-2 еще до того, я его потом соберу, естественно, бомбардировщик, который тоже разбился. Ф-22, Ф-35, ну, наши Сушки, 27-е, которые в переделках были, Су-34, которые переделка была, наконец-таки сделали Су-57, дай это бог, Як-130, свеженький появился, а все остальное, все было старенькое. И даже МиГ-31, это был старенький вариант. То есть, 33 года, и ничего не получилось. Но сейчас начинаем все хорошо работать и возвращать на круги своя. Дай-то бог, мы это дело все увидим, и дай-то бог, мы включим мозги свои и будем нас обучать. Потому что, потому что эта модель самолетов, она была выполнена на троих. Да, там три человека сидит. Пилот, штурман и задний стрелок. То есть, штурман определяет, чтобы пилот четко вел борт. Ах, это знаете, что получилось? Я привился от гриппа, естественно. Но вот тут ротовирус нарисовался, и я не сильно длинно могу беседовать и общаться с вами. Ну, потому что вы же должны понимать, в отличие от других этих товарищей, которые называются блогеры, я блогерством не занимаюсь, и для меня это какой-то странный период времени, чтобы я каждый месяц, каждый день, каждые три часа что-то вам говорил, это не я. Я вообще как бы этим делом не занимаюсь, я всю жизнь занимался чем? Я поступил в горный институт и стал инженером. Причем нас хорошо так дрюкали, естественно. Но тем не менее, тогда и сейчас все это дело вернулось на круги своя. Почему это вернулось на круги своя? Потому что, ну, наконец-таки, мы сейчас можем себе это позволить, хотя не можем себе позволить по одной простой причине. У нас полностью уничтожили весь малый бизнес. А когда их было 5000 человек, не то, что 500 сейчас, то есть 5000, представляете? 5000 и 500. Разница в 10 раз. То есть, когда мне говорят, что сейчас мы занимаемся... Каким бизнесом? Да никаким бизнесом мы уже не стали заниматься. Все это ухом издалось. То есть, раньше ИПшник, как я лично, я платил 13 тысяч рублей, это было нормально. Сегодня, сейчас ДТПшник платит 63 тысячи рублей. Это вообще ему нормально или ненормально? Я считаю, что для него это ненормально. Естественно, ДТПшник начинает полностью сокращать. Сокращает, естественно, все подряд. И в том числе и рекламу. И поэтому сидим, бам, бучок курим. Если бы это вернулось на круги своя, если бы мы все-таки начали думать о людях, хотя, похоже, это не сегодня, не сейчас, ну да ладно. Тогда было бы все нормально. И, в принципе, вы должны понимать, что даже невзирая на то, что у меня, естественно, нехорошая болячка, с которой я боюсь, борюсь, естественно, и буду бороться. С этими делами так просто не вылетают. Еще раз говорю, я сейчас начал видотокс пропивать по одной простой причине, но голова начала болеть. То есть это отдельная тема. Я знаю, когда я умрую, и как я умрую. Лучше я вам про это не буду говорить, поэтому глиобластома такая, СССССРААК, что не дай-то Бог. И тут у нас еще одна женщина ушла. В общем, не самый лучший год, естественно. Если бы все было хорошо и красиво, но я же не только этим делом занимаюсь. Дали бы мне то время, я бы очень быстро восстановил себе свою машину. Я это делать умею, но денег не хватает. Именно поэтому я пытаюсь это сделать. Крашу, делаю, включаю мозги. То есть почему я вернулся на вот эти вещи? По одной простой причине я хочу красить машину. Потому что я посмотрел, что сегодня, как они умудряются красить, либо как бы, ну это очень дорого. И с другой стороны, только один человек, которого я знаю, может нормально покрасить машину. А все остальные не работают нормально. Но зная о том, что я умею это делать и буду сам красить, естественно, ценники будут опущены вниз. Будет ли это сделано здесь или в другом месте, это уже отдельная история. Но все равно мне это нравится. Я пытаюсь это дело собирать. И знаете, конечно, сегодня, сейчас мы будем говорить об обратных вещах. Просто сегодня, точнее, вчера ушел из жизни идеальный и лучший человек в нашей жизни, в природе своей. Он не просто человеком был, он был уникумом, который позволял нам внука, но рак его сгубил. Меня, к сожалению, не послушали. Это было нехорошо, но, тем не менее, человека не стало. То есть не будет того человека, который будет делать в городе Магнитогорске отличные детали от машин. И это будет стоить дешевле в разы, чем новое. Не будет такого. Не будет человека, кто будет заниматься авиацией. Потому что для того, чтобы был человек, который занимался авиацией, нужен и мыслитель, и творец, и боец. Именно таким человеком был Игорь Маркевич. Господь ему. А я буду потихонечку делать. И дальнейший вариант. Посмотрите.